привет, привет, мои хорошие и сегодня у меня мукбанг будем сегодня с вами кушать рамен или рамен как кто его произносит вот тут у меня креветки, сам рамен яичко, нори и сырочек забивать все это делом буду голой давайте холодненький со льдом жарко итак, берите тоже что-нибудь вкусненькое и давайте сегодня вместе с вами покушаем как обычно на моем мукбанге продолжаем азиатскую кухню на моем канале я ее все еще люблю и все еще ей не наелась если вы так же то тоже берите, готовьте будем вместе кушать и болтать так кушать буду палочками собственно я ими уже и мешала это все дело давайте начнем для начала я хочу распить яичко блин оно мне не такое жиденькое как хотелось бы да я знаю что обычно в рамен делают яичко его жарят но у меня она жареная мне потом не очень хорошо от жареного поэтому я сделала яйцо пашот но что-то у меня пашот не очень жидкий получился ладно ладно хотя бы сыр он подведет или тоже подведет ну что, давайте пробовать креветку так я видела они как-то в горе накладывают вот так вот и как-то едят у меня не очень получилось лапшу туда положить потому что она длинная как они у них может чипс нори побольше будут так по вашим просьбам красивые салфетки кто-то мне писал в комментариях вернуть красивые салфетки пожалуйста вернула но кола это так летом самое то я вот из напитков ей вообще спасаюсь со льдом все так ну что давайте еще вот тут вот с яичком так 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 что-то я большие какие-то тут у меня еще лапша в этом соусе вроде сырный мы креветку в нори положим очень вкусно правда прям вкусно вот казалось бы да ну просто делается почему-то вкусно вот знают корейцы да вот долг в китле но не только они конечно нет просто сейчас у меня какой-то период корейской вот этой азиатской еды ничего не могу с собой поделать она обычно мне не надоедает обычно я как бы одно и то же если ем не надоедает какую-то одну кухню а тут не могу надоесть приятного вам аппетита если вы все-таки кушаете вместе со мной советую это сделать так у нас там еще вопросики я обязательно на них отвечу давайте сейчас ответим пока я все не съела потому что это очень вкусно я это сделаю обязательно так вопросиков у нас немного итак всего два вопросика от двух человек смыли итак первое рукодельницы в каких странах вы были какая страна запомнилась больше всего в какой стране хотели бы побывать помнится мне что я уже отвечала на этот вопрос по крайней мере в каких была точно отвечала была я в курортных в основном я была Турция Вьетнам Таиланд Египет в Питере была это уже так тоже в Москве ну-ка маленькая совсем Юнштай и Батуми Грузия да вот тоже была в каких бы я хотела побывать по-моему я тоже говорила в Корее но это что-то такое за гранью пока для меня фантастики тяжело это реализовать сейчас но хотелось бы а в Южной естественно вот потом где бы еще хотелось бы в Европу конечно съездить в Париж я еще с детства мечтаю съездить я же кортавлю и мне все в детстве говорили что я фанцужинка и мне это так взрослые имеется в виду говорили дети просто дразнили так что а взрослые так говорили и мне так я думаю что такое и действительно для меня Франция конкретно Париж это какой-то романтический город да город любви романтики что-то такое что-то такое что-то такое так вот еще конечно хотелось бы много где хотелось бы побывать отдыхать я вообще люблю путешествовать вот но вот в этом году отдыхать пока никуда не ездила посмотрим как дальше я имею в виду какой-то город да вот посмотрим еще 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 так нету с яйцами у меня с яичками с яичками мне каждый раз кажется, что я уже взяла квасоль вы видите, как азиаты едят рамен они прям такой большой, палочками их туда я так не могу если вы ждете от меня что-то подобного, типа я такая, то нет, такого не будет, вряд ли пока не мой уровень практикуюсь чуть-чуть пыль лук уделяю на этом гу оба бл х ой ничего горячего вообще не могу бить такая жара у нас у нас вообще сегодня плюс 30 градусов очень жарко и причем дома тоже так дальше вопросик вы как всегда прекрасный вопрос на следующий макбан были ли у вас комплексы и как с ними справлялись так это первый у меня комплексы конечно были в детстве без комплексов покажите мне такого ребенка у которого их нет да я вам больше скажу покажите мне такого взрослого у которого нет комплексов возможно это какие-то там проработанные люди психологи я не знаю осознанность у которых зашкаливает но мне кажется почти у всех есть те или иные комплексы причем иногда вообще такие знаете вообще глупые потому что ты смотришь на человека он тебе говорит про свой комплекс и ты такой да нормально все у тебя вот у меня у подружки у нее был комплекс что она лупоухая она мне об этом сказала я на нее смотрю я не вижу там лупоухости ну типа обычные хуже ну ни разу не лупоухие а у нее это комплекс был то есть я к тому говорю что в большинстве случаев все вот эти комплексы они вообще надуманные причем самим человеком в детстве у меня был комплекс что я гордавлю теперь у меня этого комплекса нет я люблю свою гордавлю я вообще не считаю это дефектом речи мне нравится и ничего избавлять бы я не хотела вот даже если вернуться назад то я бы ничего не меняла потом у меня были брекеты когда я не знаю комплекса нет меня так жестко в школе дразнили что у меня был комплекс мне кажется я не улыбалась ну то есть только закрытая улыбка улыбалась и все потом и завеса был комплекс мне кажется у всех девочек в какой-то момент пубертат в любом ты когда сидишь вроде нормально никогда не худела а потом смотришь я жирная начинаешь худеть все это мы тоже проходили потом у меня был комплекс из-за роста потому что я невысокая а мне очень хотелось под, знаете, метр семьдесят а я метр шестьдесят четыре где-то вот вот так вот тут много можно по комплексу общаться я считаю что в большинстве это либо навязанный обществом либо надуманный самим человеком потому что мы все прекрасны нужно просто любить себя любой вот что я поняла к чему я стремлюсь не говорю, что у меня это получается но я стремлюсь надо любить девочки, мальчики надо любить себя любым любой толстенько и худенько не знаю это не говорит о том, что если вы хотите что-то изменить и реально это хотите надо делать но это вы делаете из любви к себе пытаюсь донести мысль не знаю, получается ли я просто к тому, что любить себя надо всегда но если вы хотите совершенствоваться менять меняйте делайте что хотите жизнь одна вы одни у себя вот так минутка минутка психологии так дальше вопросик и были ли вы в Армении если да то как вам если нет то хотели бы побывать я бы побывала в Армении почему нет мне кажется там очень красиво тоже полно всяких достопримечательностей и вообще я люблю путешествовать я это уже говорила так ну что продолжим вопросик закончились напоминаю если хотите мне задать какой-то вопрос пишите в комментариях и в следующем банке я на него отвечу а пока мы не будем останавливаться скушим наш рамен а яичко не берется а яичко не берется я креветку тоже уже заканчиваю креветку тоже уже заканчиваю как вот так надо чтобы прилипло ай а вот обожаю чипсы нори они мало того что полезные так еще и вкусные так это у меня уже и лед растаял на минуточку итак наконец-то я все доела так вкусно нельзя ни кусочка оставить поэтому я бы это каждый день ела если бы это было хоть немного полезно наверное креветки полезны, но и полезны лапша под сомнением ну что, мои хорошие ну что, мои хорошие ну что, мои хорошие было очень вкусно я была голодной все, съела прощаюсь с вами до следующего пока-пока пока-пока